Ремонтная кампания по ремонту дорог в областной столице завершается. Если магистральные улицы усилиями администрации Твери и правительства Тверской области приведены в порядок, то, что касается придомовых территорий, там наблюдаются существенные проблемы. Кто и как должен осуществлять ремонт, выясняла наша съемочная группа. Ямы и выбоины во дворах не только портят вид города, но зачастую жильцы многоэтажек не могут нормально пройти или подъехать к своему подъезду, так как дорога попросту разбита. Такая ситуация, к примеру, давно сложилась на улице Зинаиды Коноплянниковой возле дома номер 23. Здесь образовалась большая яма при въезде во двор. Несмотря на то, что это не городская, а придомовая территория, администрация Заволжского района помогла жителям, и ямы засыпали асфальтовой крошкой. Но эта мера оказалась временной. Так и сама яма здесь весьма велика, и движение на этом участке очень интенсивное, в том числе тяжелого транспорта, вывозящего бытовые отходы. Буквально две недели назад эту крошку положили. Яма уже за две недели по новой возобновляется. И здесь очень глубокая яма, и было не проехать совершенно. Как рассказывает председатель правления ТСЖ «Согласие» Надежда Елагина, она писала в разные ведомства и инстанции. Обращалась и в частную фирму, чтобы сделать основательный ремонт. Но за год так никто пока и не взялся за него. Другая существенная проблема, которая возникает у жильцов – стоимость проведения ремонта на их придомовой территории. Квадратный метр ямочного ремонта стоит две тысячи. У нас всего здесь получается 30. Это в пределах 60 тысяч. А это уже другой двор по улице Екатерины Фарафоновой. От дороги вдоль многоэтажки здесь остались одни дыры. Это связано и с тем, что автомобилисты используют этот путь для объезда при частом ремонте основной дороги коммунальными службами. Мы испытываем большие трудности, когда дорогу Тверская генерация или водоканал перекрывают в связи с какими-то ремонтными работами. Основная часть общественного и личного транспорта проходит по нашей придомовой территории. Так как две дороги параллельны, естественно, водитель ищет легкий способ объезда. Капитальный ремонт придомовой территории по расценкам весны этого года обойдется жильцам в 2 миллиона рублей. Таких денег жильцы собрать не могут. Поэтому, чтобы хоть как-то привести дорогу в порядок, они решили засыпать ее асфальтовой крошкой. 10 мая Совет Дома провел собрание, где были собраны две трети голосов выделения нашему дому асфальтовой крошки. Спустя три месяца, в сентябре, наверное, еще нам очень помог Нечаев Дмитрий Леонидович. Ну и вот не так давно, дня три, наверное, четыре назад привезли нам асфальтовую крошку. В данном случае жителям действительно при поддержке своего депутата городской думы и районной администрации удалось добиться частичного решения проблемы. Но сегодня похожая ситуация сложилась на десятках придомовых дорог и проездов. У жителей часто возникает вопрос, кто же отвечает за содержание придомовой территории, в частности, дорог. Для ответа на него прежде всего жильцам многоквартирного дома надо определить, кому относится эта территория. Дворовые территории, они разделены на земли общего пользования и непосредственно дворовая территория. Все зависит от того, как были откадастрированы эти земли и какой земельный участок находится в собственности общедолевой жителей данного дома. Как правило, обслуживанием придомовой территории занимается управляющая компания. Однако ремонт дворов — это работа капитального характера и проводятся они за счет жильцов. Есть еще один вариант. В помощь гражданам действует программа поддержки местных инициатив. Жителям надо будет внести 10% от стоимости ремонта. Остальную часть оплатят из государственного бюджета. Для участия в программе необходимо обращаться в администрацию своего района. Администрации подскажут и дадут полное разъяснение, что необходимо сделать, какие провести общие собрания, какое количество денежных средств необходимо будет собирать, кто будет делать проект и так далее. После этого вместе с проектом и протоколами общих собраний документы отдаются в администрацию районов. А районы, соответственно, транслируют это в область и город с целью участия в конкурсных процедурах. Получается, что благоустройство и ремонт придомовой территории многоквартирных домов — это все же забота самих жильцов. Но если подойти к решению этой проблемы грамотно и, например, принять участие в программе поддержки инициативы граждан, то решение вопроса может стать более простым и менее затратным.